В Ростове водитель автобуса ГОД возил пассажиров без водительских прав. Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Какие сегодня новости на Дону? Палатки, костер, гитара и плов из дикого кабана. Мы ортодоксальные исполнители. Американский бизнес на Донской земле. Марс делает больше, чем говорит, что нам тоже импонирует. Саженцы на смену сгоревшим лесам. У нас имеется 17 постоянных лесных питомников на площади 122 гектара. На Ростовской области идет саранча. Опасения, по словам специалистов, вызывают территории, граничащие с Волгоградской областью и Республикой Калмыкия. В Заветинском районе, в окрестностях хутора Савдя, был обнаружен очаг саранчевых, как стадных, так и нестадных форм. А вот площадь около 1400 гектар. Очаги обработали химическими препаратами, однако специалисты рекомендуют внимательно наблюдать за сельхозполями и для профилактики применять средства биологической защиты. Барды со всей страны и не только заиграли на струнах души в знаменитом фестивале авторской песни в станице Романовской. Три дня жизни в чистом поле и сотни пропетых песен под аккомпанемент гитары. В этом году праздник музыки стал по-настоящему всенародным. Палатки, костер, гитара и душевная песня. Фестиваль струны души становится все популярней. Сотни участников и тысячи гостей. Эта компания из Волгограда и Когольницкого района познакомились здесь несколько лет назад и теперь каждый год встречаются в станице Романовской. Репертуар песен неизменен. Мы ортодоксальные исполнители. Мы поем песни Сергея Никитина, Виктора Берковского, Вадима Егорова, Булата Куджанова. 40 лет назад Сергей Коновалов основал ансамбль «3.1». Говорит, современное понятие слова «барт» сильно изменилось. В текстах стало слишком много политики, но «квартет 3.1» всегда исполняет старые добрые песни собственного сочинения. Мы будем с вами петь, летая в облаках, и будем говорить красивые слова. В перерывах между пением барды готовят походный плов из настоящего дикого кабана. Секрет один. В плове всех ингредиентов должно быть по одной ровной доле. Одна доля мяса, одна доля моркови, одна доля лука, одна доля риса. И получается вот такая сказка. Ну плюс душа. Впервые струны души зазвенели в станице Романовской 17 лет назад. Дети, которые родились в первый год фестиваля, сейчас заканчивают школу и выступают со своими песнями наравне с маститыми бардами. Хотя в кризисном 98-м году мало кто мог подумать, что фестиваль покорит сердца десятков тысяч россиян. Они собрались и своим творческим коллективом решили, что вот в это трудное время нас спасти может только творчество, только хороший фестиваль с хорошими добрыми песнями. И на чистом энтузиазме, без каких-то особых денег, вот первый раз этот фестиваль состоялся. На главной сцене за три дня фестиваля выступили 500 участников. И не только из России. Барды из Германии, Южной Кореи, Украины и даже Эквадора. Кто-то приехал за признанием публики, кто-то за заветным гран-при. Но большинство гостей и участников праздника каждый год ждут третьих выходных июня только для того, чтобы погрузиться в дружественную атмосферу единства и братства. За единый дом. За единый дом. За единый романовская. За единый дом. Юлия Карасюк, Сергей Мирошниченко. На Дону. С 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги с ЖКХ. Индексация составит от 6 до 10,5 процентов в зависимости от муниципальных образований региона. Выводение плановое согласно федеральному постановлению. А что по этому поводу думает Ростов на Дону? Печально. Ну, значит, надо больше зарабатывать, чтобы хватало все тарифы, которые сейчас выставляют, оплачивать. Я думаю, что это не есть хорошо, потому что зарплата на том же уровне, а ЖКХ растет, продукты растут. Жить становится не очень позитивно. Я думаю, это очень плохо. Это приведет не только наш город, а всю страну в целом еще в более низкий уровень достатка. Потому что растут цены на ЖКХ. Хорошо. А вы поднимите зарплату, вы поднимите соцпакет. Вы сделаете что-то для людей, прежде чем брать у человека это. У нас коммунальное жилье, за что мы платим. У меня комната 10 метров. Я плачу за нее 1700. Ну, отрицательно, конечно, я думаю. Потому что они постоянно возрастают и постоянно какие-то проблемы. То свет выключают, то воды нет. То есть, сначала надо с этим разобраться, потом уже поднимать цену. Сегодня в России день памяти и скорби. В годовщину Великой Отечественной войны вспоминают трагические события 22 июня. 74 года назад голос Юрия Левитана сообщил стране. Без объявления войны в Советский Союз вторглись немецко-фашистские захватчики. Жил я в деревне, в хуторе. И в то время, знаете, не было связи. Вот один столб, и на столбу стоит приемник такой же, громкоговоритель. В день памяти и скорби в сквере имени Фрунзе собрались ветераны, участники войны, представители силовых структур, общественности, молодежи и донской власти. Цветы возложили к мемориальному комплексу упавшим воинам. Герои, подавших жизнь за победу в Великой Отечественной войне, почтили минутой молчания. Из Ростовской области на фронт ушли больше 700 тысяч человек. Домой вернулись меньше половины из них. Звание Героя Советского Союза удостоено 270 наших земляков, участников Великой Отечественной войны. О планах захватчиков, о готовности Советского Союза к войне, неудачах и поражениях ее первого периода. О переломе на пути к победе пойдет разговор в программе «Первые лица на Дону». Кость нашей студии – преподаватель Южного Федерального Университета, доктор исторических наук, профессор Андрей Венков. У нас привыкли ругать Семена Михайловича Буденного, что без лошади узнать нельзя, да? Ну, была такая теория, но на лошадях шли против танков, но было. Не было такого. Ну, потому что ненормально на танках, на лошади против танков. А вот зимой, когда танки стали без горючки, вот на лошадях они поехали. Интервью смотрите сразу после выпуска новостей. Бизнес вне политики. Американская компания «Марс» вкладывает в экономику Дона 4 миллиарда рублей. Всего же Питерский экономический форум принес в инвестиционную копилку Ростовской области 14 миллиардов рублей. Это рекордная сумма за последние пять лет. Экономический форум в Санкт-Петербурге называют «Русский довоз», так как по значимости он ничем ему не уступает. Несмотря на санкции, на берегах Невы и в этом году главы государств, топ-менеджеры иностранных российских компаний. По-прежнему инвесторам интересны российские регионы. Ростовская область в десятке самых привлекательных. Об этом в своей речи на пленарном заседании прямо сказал Владимир Путин. Четко и понятно было донесено до всех, до всей страны и даже до мирового сообщества, что Россия будет создавать свободу развития бизнеса. Преференции для тех, кто начинает бизнес. Это негромкие заявления. Доказательство тому – переход Ростовской области с 11 на 8 позицию в национальном рейтинге состояния инвест-климата. Его второй год проводит агентство стратегических инициатив. Оценку производили именно предприниматели. Делалось это не зря. Мы поднялись, если бы считали по старой методике, на шестое место, если бы относительно тех регионов, которые были. Но по факту, по новой методике, мы на восьмом месте. Для Ростовской области это реальный прорыв. Как результат, конкретные соглашения о сотрудничестве на Дону в ближайшее время появится терминал для перевалки. Из зерна его построят голландцы. Два гипермаркета «Окея» в Ростове-Таганроге. И завод по выпуску влажных кормов для животных в станице Грушевской. Мы в эту тему пошли с мировым лидером. Марс – мировой лидер в этой области. Марс – это американская семейная компания, которая очень консервативная. Марс делает больше, чем говорит, что нам тоже импонирует. Подготовка к этому соглашению велась в режиме строгой секретности. Американцы боялись, что политика навредит бизнесу. Так как в Оксайском районе Марс планирует в дальнейшем построить завод по выпуску сухих кормов и кондитерскую фабрику. Еще одно полезное для донских аграриев соглашение Ростовская область заключила с Санкт-Петербургом. Речь идет о поставке продовольствия в северную столицу. Рынок сбыта эксперты оценили в 5 миллионов человек. Появляется возможность активнее реализовать сбытовые продукции. А города наши, столицы, заинтересованы в качественной продукции. И у нас такая возможность есть. Кроме того, Василий Голубев подписал соглашение о развитии услуг связи с компанией Теледва. И меморандум о сотрудничестве с КАМАЗом. Речь идет об обновлении коммунального автопарка при переходе на газ. Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону. Самое гуманное среди всех военных специальностей. В канун Дня медицинского работника специалистам клинического госпиталя Южного военного отруга вручили областные награды. Знака губернатора за ратную службу удостоились врачи с многолетним стажем и те, кому пришлось работать в зонах боевых действий. Врачом хотел стать. Потом учился в гражданском институте 4 года. После 4 лет учебы перешел на военно-медицинский факультет саратовский. Ну и в последующем, естественно, с тех пор и на военной службе. В военной медицине заслуженный врач России Петр Колос уже 28 лет, половину из которых он отдал 1602-му клиническому госпиталю. Награду ему вручил заместитель Донского губернатора, герой России, летчик Анатолий Сафронов. Мне пришлось досталкиваться. Я говорю, и в Афганистане я лежал в медсанчасти, потому что были моменты такие сложные. Там даже не обязательно с ранениями. Хотя, допустим, были и ранения, и все остальное. Поэтому мы благодарны очень, конечно, этим людям, что они сегодня у нас есть, что они рядом с нами. 1602-й клинический госпиталь – крупнейшее военное медицинское учреждение на юге страны. Сегодня там трудится более 800 медработников. Лучших из них – врачей, медсестер, санитарок – поощрили грамотами и благодарностями. 10 лет заключения на двоих за вербовку граждан России в Сирию. Такой приговор вынес в Северокавказский окружной военный суд в отношении двух жителей Карачаева-Черкесии. Они вербовали людей к участию в вооруженном формировании и переправляли их за границу для боевых действий. Подсудимому Руслану Ионову назначено 7 лет лишения свободы. Мураду Назирову – 3 года. Вам, осужденный Назиров, существо приговора понятно? С подсудимыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Они полностью признали свою вину. Данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток. У Василия Голубева появился первый соперник в предвыборной гонке. Кандидатом на должность губернатора стал Михаил Емельянов, руководителя регионального отделения «Справедливая Россия». Он набрал наибольшее количество голосов на внутрипартийном заседании Совета фракции. Теперь их кандидатуру Емельянова должны окончательно поддержать на региональной конференции «Справедливая Россия», которая состоится 4 июля. Напомним, выборы губернатора Ростовской области пройдут 13 сентября. В Ростове после продолжительной болезни умер президент ГТРК ДонТР Николай Иванович Чеботарев. Заслуженный работник культуры, академик Академии российского телевидения. С именем Николая Чеботарева связана целая эпоха донской журналистики. Работал в газете «Красное знамя», был собственным корреспондентом программы «Время», Гостелерадио СССР, готовил материалы для всесоюзного радио. С 1991 до февраля 2015 года возглавлял ГТРК ДонТР, а затем остался на почетной должности президента телерадиокомпании. Николаю Чеботареву было 78 лет. Редакция нашего канала выражает соболезнования родными и близким Николаю Ивановичу. Питомник для растений в Обливском районе разводят крымские сосны и белые акации. Более миллиона сеянцев уже взошли и ждут праздника древонасаждений. Где подготовили почву для новых сортов, знает Елена Баранникова. Издали маленькие сеянцы, похожие на газон. Это всходы семян крымской сосны. В питомнике обливского лесничества планируется вырастить около двух миллионов хвойных и лиственных пород самых разных сортов. Черемуха, каштан, кленостролисты, липа, в этом году еще ель голубая, можжевельник, туя. То есть спрос именно в день древонасаждения очень великий. Четыре года назад крупный лесной пожар в Обливском районе уничтожил большую часть растений. После этого решили создать ботанический питомник. Из областного бюджета потратили почти 9 миллионов рублей на закупку спецтехники. Раньше сеянцы и саженцы закупали в Волгоградской и Воронежской областях. Теперь донской питомник сам может обеспечить соседей растениями. В этом году здесь заготовили две тонны собственных семян. Чтобы вырастить высокопродуктивные насаждения лесные, конечно, требует и качественного посадочного материала. На территории Ростовской области на сегодняшний день у нас имеется 17 постоянных лесных питомников на площади 122 гектара. До 2020 года нужно обустроить питомники на территориях Каменского, Шолоховского и Верхнедонского лесничеств. А саженцы из Обливского района высадят осенью, когда в области пройдет очередной праздник древонасаждения. Елена Баранникова, Юрий Бабенко. На Дону. Сильный град в селе Самарско-Азовского района повредил не только крыши и стены домов, но и урожай. Пострадали огороды местных жителей. Особенно досталось помидорам, баклажанам, клубники и черешни. Ущерб от разгула стихии пока подсчитывается. Далее другие сообщения с мест. Новочеркасская молодежь за здоровый образ жизни. Так встречает День молодежи в казачьей столице. Отметить праздник решили в рамках регионального образовательного проекта «Ростовская область. Территория здоровья». Это уже девятая региональная площадка, которая проходит по всей Ростовской области. Предпоследняя заключительная будет проводиться уже в городе Ростове-на-Дону 26 июня, в Международный день борьбы с наркотиками. Пока одни собираются на стадионах, другие решили организовать культурно-массовые мероприятия. В Александровском саду уже работают математические площадки, мастер-классы по различным видам спорта. Сам День молодежи в ближайшее воскресенье обещает стать массовым и фееричным. 180 школьников отправились из Азовского моря на Черное. 24 дня проведут мальчишки и девчонки из Азова в оздоровительном центре в поселке Новомихайловском. Бесплатные путевки получили по областной программе. «Звездный путь» все лето носит название «Галактику звезд». Поэтому вся тематика детей направлена на то, что мы выращиваем в лагере маленьких звездочек, которые будут творить, заниматься творчеством, рисованием, танцами и всем, чем им будет нравиться. Питание в лагере пятиразовое, диетическое. Ну и, конечно, не последнюю роль в оздоровлении играет уникальный климат. Между двух горных перевалов есть прекрасная Новомихайловская впадина, где есть Новомихайловская бухта. И здесь уникальный климат. И поэтому климатолечение – это основной медицинский компонент для оздоровления наших детей. Важная часть отдыха – досуг. Каждый вечер ребят, кроме дискотеки, ждут различные конкурсы. Даже самые юные готовят свою программу для выступлений. Гор с земли из каждого района Ростовской области станет общим символом памяти. На Донской земле проходит передвижная акция «Судьба и Родина Едины», посвященная подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. Основная задача мероприятия – передача ключевого символа акции – ладонки, наполняемой землей в каждом районе области. 70 лет назад вы победили в Великой Страшной войне. Хочется сказать вам огромное спасибо. Затем ветеран Великой Отечественной войны, блокадница Зоя Полевая, наполнила ладонку землей мемориалом. О пользе общения в режиме офлайн напомнил ростовчанам детский праздник «Интерактивный ребенок». Школьники соревновались в знании правил поведения во всемирной паутине, участвовали в тематических интернет-конкурсах. Поехали, поехали, быстрее, 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 быстрее. Как только набралось 10, поднимайте руку. Быстрее, 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 молодцы. Хотелось бы обратить внимание как молодежи, так и их родителей на то, чтобы никто никогда из этих детишек не стал жертвой интернет-зависимости, и что сервисы интерактивные, все сервисы должны помогать и способствовать живому общению, а не в коем случае его не заметят. Победителей соревнований определила звездная жюри с участием олимпийского чемпиона Вартареса Самургашева. По словам организаторов, акция станет регулярной. А на сегодня это все новости. В студии была Анна Туполева. До встречи.